Здравствуйте, друзья! В последнее время я занимаюсь светодиодной лентой VS2812 на светодиодах и получил ленту на 60 светодиодов, недавно получил на 60 светодиодов на метр и решил сделать музыкальный будильник с искусственным рассветом. То есть сейчас уже зима скоро будет, дни короткие становятся и необходимость такой наверное есть, чтобы будильник включился как бы с рассветом и кроме того я там этот музыкальные файлы, вот будильники, пение птиц, то есть зимой приятно будет утром оставаться, когда светло и слышно пение птиц. Я сделал вот видео как это все работает, давайте посмотрим видео и дальше я расскажу на FL Pro, как это все работает итак друзья, взял музыкальный будильник с искусственным рассветом на светодиодной лентой VS2812 так и я сейчас расскажу суть дела как это работает итак здесь у нас данный момент показывает часы будильник выключена установили будильник на какое-то время утре утре допустим допустим девять часов установили и и будильник включили. Утром девять минус тридцать, то есть пол девятого включается светодиодная лента таким образом и сначала в середине вот начинает этот свет светодиод и потихонечку медленно по краям красным цветом и и в течение получаса, ну в течение пятнадцать минут вот где-то красный до обоих краев доходит, следующие пятнадцать минут обратно идет, но уже белым цветом окрашивается и до середины, то есть как ровно девять будет здесь уже полностью светодиодная лента уже будет дневным светом освещаться и этот момент включается музыка, ну музыка там я девять треков туда вложил, там в основном пение птиц и пару музыкальных таких треков и этот начинает музыка играть, пока не выключить, то есть это третью кнопку нажали выключается, здесь блок меню у нас три кнопки, первая кнопка если надо необходимо допустим музыку слушать, так без, вот включили, музыка будет играть, то есть какой трек установили, там можно трек устанавливать, блок меню, отсюда выключили, теперь сейчас, вот у нас этот двенадцать часов пятьдесят три минуты, ну давайте будильник поставим тринадцать, минут минус тридцать от этого сколько у нас получается? пятьдесят три, двадцать, двадцать, тринадцать двадцать пять, чтобы у нас включился минуты, часы, минуты. Два часа я поставлю. И трек, допустим. Нет, трек поменял там. Трек у нас, этот, седьмой трек. И поставим, допустим, пятый. Пятый поставили. Так, вышли отсюда. И 26 минут. То есть, получается так. Вот мы будильник 13.26 поставили. И здесь 12.56 включится. Полчаса пораньше, что мы установили. Здесь светодиод окрашиваться будет. То есть, чтобы в течение полчаса это не происходило, сразу тут включили. Музыка должна включаться. И светодиодная лента по-быстрому будет работать. Покажу, я работаю, как это должно быть. А на самом деле, это в течение полчаса должно произойти. Здесь полчаса, чтобы не ждать. Вот сейчас этот, 56 должен включаться. И отсюда по обоим краям красный сначала, а потом обратно белый. И музыка должна играться. То есть, там, по-моему, я этот пенни птиц уже поставил. Вот немножко дождем до 56. Так, здесь DF Player Mini стоит. DF Player Mini. И использовал FB-блок RV6CM. Вот отличный блок. Я хочу сказать, что все отлично работает. И множество там функций можно использовать. Сейчас еще подождем немножко, сейчас долго. Вот, светодиодная лента включился. Музыка сейчас будет играть. Там слабо, не знаю, слышно? Сейчас до краев пойдет. Сначала здесь слабо, он красный. Я поставил слабо. Вот сейчас и обратно уже будет белым цветом окрашиваться. И такое ощущение, как бы, это получается у нас, этот, как его, рассвет. То есть, если по занавеске над огном поставить, получится как искусственный рассвет. Ну, я так думаю, может, у вас другие фантазии будут. У меня фантазии не это хватало. Музыка. Музыка. Ну, на самом деле, я сказал, музыка будет играть. Вот когда вот здесь все белое окрашивается, вот этот момент тоже музыка играет. И это просто процесс, чтобы показать на скетче, который будет на сайте, на сайте так, заранее полчаса это включится, через полчаса, сколько установили, время. Вот таким образом работает это все. И отсюда из блока меню часы устанавливается, время устанавливается. Так, будильник и треки можно выбрать. Там 9 треков можно выбрать. Вот и все остальное на компьютере. Объясню, как это все работает. Так, теперь давайте посмотрим, как это все работает. Жаль, что вот светодиодная лента до конца не видно. Это метр длины и в объектив не разместился. Как бы объектив близко находится. Сверху снимает и близко находится. Так, теперь давайте сначала схему посмотрим. Схема как подключена. Вот такая схема. Так, DS-32-31 стоит. Светодиодная лента на 60 светодиодов. VS-28-12. То есть необходимо 60 светодиодов. Если другое количество будет, неправильно будет это все работать. Дев, миниплеер. Три кнопки динамик. Так, вот схема подключения и так. Ну, что там. Да, и про блока питания. 5 вольт. Но здесь, обратите внимание, что вот это мощный блок питания необходим. Когда светодиодная лента до конца, вот это все диоды загораются, где-то 0,7 ампер ток идет. Нет, даже больше. Ну, около 1 ампера должно быть, по идее. И кроме того, когда DF-плеер работает, там на выходе 2,5 ватта. То есть ток тоже большой жрет. Здесь необходимо, что мощный блок питания на 2 ампера, на 3 ампера. Вот где-то так, наверное. Так, теперь вот про кнопки скажу, что делают эти кнопки. Кнопка первая. Если ничего не делать, только нажали и отпустили. Когда отпускаем, этот момент будет играться. Та музыка, которую вот этот трек установили в блоке меню. То есть, при нажатии не будет, а как отпускаем, только тогда. Если нажимаем и держим там несколько секунд, заходим в блок меню. Если никакую кнопку не нажать, там то ли 5 секунд, то ли 10, я сейчас не помню. С блоком меню выходим опять. Так, нажали и держим, зашли в блок меню. При помощи потом вот этой кнопки повторно нажимаем и по блоку меню ходим. А при помощи вот этой второго и третьей кнопки, когда находится в блоке меню, вот больше или меньше делаем значение. То есть, зашли там, часы установили, минуты и потом устанавливаем следующее, вот это, будильник, часы, минуты. Потом последний, вот это трек, который должен проигрывать в DevPlayer. Я там рассчитал на 9 треков, но при необходимости я там покажу, можно там это, множество треков сделать. И этот, я покажу там, как это можно будет, и файлы будете загружать там, папку. Так, теперь давайте про DevPlayer. Здесь DevPlayer, вот у него карта, карта мини, SD-карта, микрокарта, вот. Надо в корень записать, то есть папку создавать с названием 01. Название, вот у меня тут, где, сейчас пока. Так, звуки природы. Ну, здесь я написал звуки природы, вот это надо, вот сейчас. Его надо, вот взять 01, чтобы было. Переименовать. 01. Вот такую папку надо создавать. А внутри папки, вот таким образом, звуковые файлы. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 3, и до 250 файлов можно. То есть в одной папке 250 музыкальных файлов можно разместить. Так, и это загружаем, вот эта папка, корень SD-карты для DevPlayer. Теперь VFL Proc. Давайте покажу, как это. Ну, досконально не будет, тут очень много всяких вещей. Вот так объясню. что-то я другой. Я смотрю, что-то нету открыт. Вот это от меня. То есть, вот это. Первая плата. Откуда? Так, первая плата. Это блок-меню, установка часов и установка будильника. Блок-меню, вот я как сказал, сейчас откроем, посмотрим. Вот часы, минуты, для будильника. И пятый, вот этот трек. Обратите внимание, вот здесь я минимальный 0 поставил, максимальный 8. То есть, 9 треков будет. Если у вас там музыкальных файлов будет побольше, вот сколько музыкальных файлов, если там 100 штук будет, вот вместо вот этого 8, 100 сделайте, чтобы всё можно было установить, какой трек вы хотите прослушать. Вот это. В данный момент там 9 трека нулевой, с нуля и до 8 получается. Так, я думаю, это понятно. Здесь, ну, здесь больше что-то, сейчас некоторые интересные моменты, что ты будешь делать, там зависает всё. Да. Сейчас, ещё раз. Так. Здесь, вроде, остальные, вот это установка часов, вот это установка часов, это установка будильника, здесь это дисплей. То есть, вот показывает на дисплеях значение. Так, теперь вторая плата. На второй плате часы реального времени. Вот отсюда выход часов, и отсюда выход часов, и здесь я до конца не буду вот это голову морочить, как это всё работает. Здесь, вот интересный момент такой. У нас там получается 30 светодиодов, 60 светодиодов, ну, как бы 30 светодиодов. То есть, со середины в обе стороны как бы идёт, и нам необходимо, чтобы где-то за полчаса, чтобы получилось 60 импульсов. Да, за полчаса, за 30 минут 60 импульсов, чтобы вот эта светодиодная лента нормальная. Вот я такую схемку придумал здесь. То есть, отсюда минуты, вот когда минута меняется, здесь детектор изменения числа, на выходе этот импульс, как бы, и там одно число. И здесь одновременно вот это запускается таймер, который вот на 30 секунд. И через 30 секунд второй импульс. То есть, получается, получается так, что за 30 минут 60 импульсов необходимо. Вот это я таким образом получил. Так, здесь что. Ну, здесь установки, как бы, вот. То есть, я вот в прошлом видео у меня было блок-меню, так, я немножко по-другому сделал. То есть, вот на входе, со входа, вот, здесь чёртчик стоит, и если на М1 выходе единица, там переключается на эту страницу, как бы, немножко по-другому. Вот это для этого. Здесь светодиодная лента у нас. Так. Ну, тоже не буду так досконально объяснить. Вот светодиоды по очередности включаются, как бы, как рассвет поступает там, будильник. То есть, там, интересный момент, если это момент чуть подальше. То есть, вот эта светодиодная лента включается заранее 30 минут, как мы время установили. Если установили какое-то время, если до 30 минут, он включается, эта светодиодная лента, и первоначально вот красный, у нас красным цветом идёт со середины по обоим концам, потихонечку включаются светодиоды, и до конца, как доходит, здесь переключаться сработает, и обратно уже вот эти красные превращаются в белые, и до середины. Как до середины доходит, как раз это время, у нас будет установлено время, и включается будильник. И здесь вот этот момент, вот я при помощи математики, как бы, получил. То есть, мы, вот на будильнике какое время установлено, вот это минуты, то есть, часы умножаем на 60 минут, потом минуты, вот это, то есть, то бы, плюсуем, вот сколько минут, общее количество, столько минут, потом вот на часы, которые у нас показывают, тоже, так же, минуты, часы умножаем на 60 минут, потом минуты тоже, вот, плюсуем, и после еще плюсуем сюда, сюда 30 минут, видите, 30 минут. И будет это время, как здесь, как будильники установлено, то есть, мы получаем время, которое в будильнике установлено, и как вот это часы, минуты, и минус установлено, у этого времени, будет. Здесь, на выходе, вот, единица получается, и этот, импульс падает для рассвета, то есть, светодиоды включаются. Вот таким образом решили эту проблему. Первоначально немного школу сломал, но так решили. И здесь, последний у нас, это DF-плеер, ну, что сказать, я еще раз хочу благодарить RV6CM, вот отличный блок идеал, то есть, для DF-плеера, он целый комплекс, вот блок идеал для разных ситуаций в жизни, как бы, и здесь, вот это, вот этот блок у нас, для того, чтобы подключился в софтваре Serial, то есть, у нас там, 10-11 степени, подключается, DF-плеер мини, через, так, да, здесь давайте еще объясню, еще кое-что, вот в этом плеере, здесь громкость, как бы, в скетче будем устанавливать, но у него есть возможность еще отдельно сделать, можно там, регуляторы, как бы, сделать, и громкость отдельно, и эквалайзер, и громкость можно регулировать, ну, здесь это на 20-й стоит, значение 20, так, а максимальный можно 30, то есть, это где-то 70% громкости здесь, можно поменьше, можно побольше, посмотрите, у вас, какой вот необходимость будет, вот это значение можете поменять отсюда, сейчас где-то на 70%, наверное, и еще эквалайзер здесь есть, можно вот на нуле стоит, и нул это норма, поп, рок, джаз, классик, бас, ну, смотря какой будет, вот цифру такую поставьте, вот здесь ноль стоит, если единица будет, уже будет поп, музыка, как бы, два, это рок будет, вот таким образом это все работает, и здесь, так, мы оттуда вот трек, который мы устанавливаем, вот это фолдер, это папка, то есть, папки тоже можно множество папок сделать, ну, один хватит, я думаю, одна папка хватит на 250 музыкальных треков, то есть, вот ноль один папка, которая была здесь, вот это ноль, это один стоит, это будет проигрывать файл, который находится в этой папке, номер ноль один, и номер трека отсюда подаем, какой номер будет, тот и будет проигрывать будет, то есть, мы оттуда трек установили, отсюда вот, через это, сюда подаем, как бы, и момент, когда у нас это, будильник включается, видите, будильник включается, а не рассвет, то есть, как рассвет произошел, как бы, с будильника импульс идёт, и старт старт вот да суда если импульс подавём здесь какой номер трека будет тот и будет проигрываться как бы а кнопка 3 это уже выключает то есть проигрывание выключает нажали кнопка 3 это не будет проигрываться а если вот находится то есть если б dispersibility выключена и будильник выключена кнопку 1 нажимаем и отпускаем вот тоже так же будет проигрывать тот файл который здесь задали вот таким образом все это работает тут уже все вроде про все я уже рассказал так скетч и схема будет у меня на сайте ссылка в описании и кроме того комплектующий тоже будет в описании кому надо можете там повторяться так вроде все спасибо за внимание до свидания